Вокруг очень много огня, но вызывать пожарных нет никакой необходимости. Сегодня мы наблюдаем за тем, как тренируются артисты фаер-шоу. Сначала все элементы отрабатываются со специальным реквизитом, и только потом в ход идет настоящее пламя. Веера, пои, булавы, чаши – это лишь малая часть реквизита, которая необходима для зрелищной постановки. Очень важна специальная одежда. Интересно, что костюмы пермских артистов не обработаны спецраствором. Они из обычной хлопчатой бумажной ткани. Фаер-шоу переводится как «огненное шоу». Это самостоятельный вид уличных выступлений. И действительно, даже обычная тренировка выглядит настолько зрелищно, что собрала вокруг себя большое количество зрителей. Конечно же, в наших тренировках очень много есть нюансов, да, даже тех, которых не видит зритель, да, когда у человека что-то не получается, когда человек это сделал немного опасно, к примеру, да. В итоге человек видит уже готовую, хорошую постановочную картину. Они классно вытворяются огнем. То, что они не боятся поджечься. Нравится, конечно, здорово, необычно. Детям вообще нравится. Нравились, просто пожарный нет. Екатерина – опытный в своем жанре артист. Трюки с пламенем она выполняет уже 10 лет. Один из самых сложных – дыхание огнем. Ламповый керосин – любимый вид горючего, шутят девушкам. Сколько всего трюков в запасе артистов затрудняются подсчитать даже основатели коллектива. Простые и сложные элементы комбинируются в разные схемы. Реквизит артиста изготавливают самостоятельно. Например, пои и шарики на цепочке делают из керамогранита и асбеста. Всех секретов выступления артисты не раскрывают, чтобы удивлять зрителей всякий раз.